так ребята смотрите что мы имеем по чистке именно какая она была раньше насколько сервис изменился сейчас то есть мел приходит плюс-минус всегда вот в таком вот состоянии кстати кто пишет что не заказывайте там у того поставщика у этого у него там все в плесени приходит ребят ну конечно зимой источные воды снег сырость он в любом случае первый слой будет вот такой вот он зеленый идет да но после чистки все он идет чистый дальше то есть дальше этого слоя нету вот он весь полностью вот этот уровень такой был я его счистил все оставил специально вот этот кусочек чтобы вам показать дальше он счищается и становится белоснежный смотрите дальше мел приходил раньше всегда у с такой делалась первая чистка ну и в принципе на этом все то есть ну чистки как таковой прям вау не было как происходит очистка сейчас приходит мел в таком состоянии пару дней ему нужно чтобы отойти отлежаться отдышаться потом происходит вот такая чистка то есть не совсем идеальная да для того чтобы имел просто подготовить к дальше и просушки так скажем полную и далее уже после полной просто сушки или хотя бы приблизительно приближенной полной просушке он уже чистится вот так то есть мел идеально очищенные пески чего-либо то есть прям до каждой крошечки то есть сравните вот этот кусок да какой кстати посмотрите какой он марки это сорт кокос и допустим сравнить вот этот но разница же просто очевидно насколько тот чистёхоньки да и наверное такой приятнее более кушать и в принципе покупать раньше почему была чист очистка именно вот такая потому что было голосование как группе так и в ютубе и большинство проголосовало то что до идеала до такого его чистить не обязательно потому что те люди которые придираются им нужно именно такая идеальная очистка даже получив такой смел первый слой скорее всего не все равно именно с него счистят а дальше я все-таки сам уже пришел к такому мнению что мне вот такой мел подходит больше я бы сам хотел кушать только вот настолько очищенный мел и поэтому стал его уже очищать просто до идеала такой мел все-таки кушать приятнее как самому раз я сам так делаю то наверное продавать стоит именно такой следующий момент мне безумно нравится чистить мел но вот этот сорт кокос каждая поставка это вот честно сказать просто мучение сорт очень твердый песочный с грубой крупинкой он чистится очень очень сложно до такого дела идеала его довести очень трудно самые легкие сорта для очистки это наверное все сухие сорта практически все жирные и почти все песочные за исключением вот сорта кокос всякие посмотрите вот как допустим даже вот так вот сравнить до тонн в полной просушки и важного то еще и глиномелы глиномелы почти все тоже легко чистятся но если мы возьмем такие сорта как подвисло это просто ужас его нереально практически чистить но опять же что делать приходится доводить до такого состояния это что касаемо сервиса каким он был и каким он стал сейчас ну и упаковка еще дополнительно как допустим пупырчатая пленка если это пилин имел сейчас добавляем и чтобы еще добавить то ну наверное самые основные такие моменты озвучил в общем пишите свое мнение в комментариях белая гора после опять же первой чистки вот находится на небольшой сушки как он идеально чистится это просто вал ты вот может просто берешь да смотрите просто все офигеть как ощущается легко здесь и одной рукой даже пробовать не буду здесь вообще ничего так нифига не сходит если усилие приложить но это конечно капец вот кстати вот этот вот кусок который типа якобы плесень которая с самого середины мела идет и так далее ну то есть по факту вот и ничего грубо говоря то и нету она все очень и очень хорошо очищается чем примеру тоже приведу жирный мелок вот он находится после первой очистки первая чистка по сути ощущает просто первый самый-самый такой грязный грязный слой то есть он ну плохо достаточно почищен и вот так он уже выглядит после идеальной просушки просушки очистки то есть прям чистёхонький мелочек все зачищено господи какое наверное то он да он и вот кстати опять же серединка у него плохо просушилась что хотел сказать не нужно писать если я вам показывают такой отмел в идеальной очистки а вам пришел вот такой это не значит что он не был очищен просто либо кусок был большой и соответственно он был расколот чтобы вам подошел именно тот вес который вы заказали либо он в пути опять же может расколоться то есть внутри он может выглядеть вот так но опять же снаружи это будет видно что он очищенный просто значит кусок был расколот вот тут он очень вкусный знаете ребят кто больше меня всего поражает это наверное такой момент вот допустим раньше заказывал всегда очищенный мел от поставщика и проводил дополнительную небольшую чистку но конечно этого не хватало и теперь так как я его всегда очищаю сам очень тщательно дополнительно еще и два раза то соответственно я могу заказывать как чищеный так и не чищеный мел я в любом случае вы буду очищать у меня поражают люди которые заказывают у поставщика именно не очищенный мел когда он им приходит они жалуются на то что отмел пришел грязный то есть ну вот такой вот грубо говоря ну хотя этот еще более-менее но все равно грязновато вот как сорт кокос я вам показывал и и то есть люди пытаются сэкономить на всем в плане поставщика потому что они заказывают самый дешевый мел по россии и при этом жалуются на то что имел пришел грязный то есть это максимально странный момент заказывать чистый очищенный или вообще у других поставщиков вы заказываете у самого дешевого поставщика и жалуетесь на то что имел грязный приходит закажите у этого же поставщика очищенный закажите у другого поставщика очищенный но конечно эта стоимость уже будет совершенно другая поэтому мне кажется это максимально странно но здесь кстати видно что он прям грязненький такой эта сторона еще более-менее вот с этой стороны прям погрязнее будет поэтому если вам не охота париться и чистить мел подобным образом то пожалуйста вы можете всегда заказать уже очищенный и провести небольшую очистку самостоятельно но решать каждому самому смотрите какой мелок попался я вот даже решил сразу до идеала почистить прям прикольно выглядит он будто в паутине не в паутине в какой-то будто молния короче шарахнула по нему вот выглядит как-то именно так кто знает из-за чего это может быть в общем оставлю на идеальную просушку посмотрим после полной просушки останется ли это паутинка как он будет выглядеть и влияет ли это как-то на вкус но выглядит вау сначала думал что только вот в этих четырех маленьких всей поставки этого сорта вот такие вот как узоры не узоры да так скажем но потом я нашел все таки вот этот один кусок который весь в этих узорах ну вот кстати странно один всего кусок такой почему кстати пришел еще к мнению из-за чего что нужно чистить пенда идеала мел во первых я увидел ролик у одной девушки я посмотрел как он идеально выглядит да мне самой захотелось у него его купить я подумал ну наверное стоит очищать также я почистил мне самому понравилось и второй нюанс хоть и большинство проголосовала что такая чистка не нужна я подумал что наверное те люди которым она нужна не будут у меня заказывать именно мел в той чистки которая есть у меня на данный момент ну точнее было по причине того что им нужна идеальная чистка да будут заказывать как раз таки те которым наверное плюс-минус без разницы этот момент но если мы возьмем другую ситуацию мел идеально очищен эти люди уже будут его заказывать а для тех людей которым это без разницы наверное будет приятным бонусом когда мел придет в идеальной очистке то есть они же не скажут нет он слишком идеально почищен мы его заказывать не будем да поэтому я думаю все таки правильнее будет его идеально очищать что ж я думаю на этом куске достаточно очистки для первого для первого раза просохнет будем доводить его уже до идеала насколько на нем узоров всяких разных я думаю после просушки они не исчезнут это сорт мела красавчик довольно кстати пыльный даже в мокром виде